Имена погибших при нападении бандитов-гвардейцев навсегда останутся в сердцах их товарищей. Об этом заявил на праздновании первого дня войск Национальной Гвардии Российской Федерации директор ведомства Виктор Золотов. События минувшей ночи внесли коррективы в торжества, которые, кстати, проходят впервые в нашей стране. Лишь в январе этого года президент России установил дату праздника. Репортаж Павла Брыкина. Празднование первого дня войск Национальной Гвардии России началось с возложения венка памятнику погибшим воинам. Директор ведомства генерал армии Виктор Золотов почтил память бойцов, которые погибли при исполнении воинского долга. Эта ежегодная церемония сегодня имела особый смысл. Минувшей ночью при отражении вооруженного нападения на войсковую часть Росгвардии в Чечне погибли шестеро военнослужащих. Эти предпроводные события были нарушены теми трагическими событиями, которые произошли в Чеченской республике, в станице Наурской. Сегодня ночью в половине третьего утра террористы напали на полк, артиллерийский полк военного городка. И в результате этого боестолкновения погибли шесть наших военнослужащих. Также уничтожено шесть боевиков было. Нападение было совершено, как я и говорил, в половине третьего утра. При очень сильном тумане, тем не менее, бойцы действовали самоотверженно, слаженно. Я оцениваю их работу как очень хорошую. Вы знаете, самое главное, что они защитили военный городок, где проживают семьи военных. С женами, с детьми, с матерями. И они практически ценой своей жизни спасли их от этого захвата. После возложения цветов в клубе Росгвардии началось вручение государственных наград. Но сначала Виктор Золотов сообщил подчиненным о трагедии в Чечне. Их имена навсегда останутся в наших сердцах. И предлагаю почтить их память минутой молчания. Во время минуты молчания фотографии погибших транслировали на больших экранах в зале. После этого Виктор Золотов отдельно собрал высших офицеров для вручения очередных воинских званий. А затем поздравил спортсменов Росгвардии, которые успешно выступают на международных соревнованиях и завоевывают награды высшей пробы. Майор Левков, Александр Геннадьевич, тренер спортивной команды при управлении Центрального управления в гости национального управления. Я вас поздравляю, желаю успехов, спасибо вам за эти достижения. Кроме государственных наград, спортсмены получат денежные премии. Помогут материально и семьям погибших этой ночью в Чечне. Мы не оставим эти семьи без нашего попечительства. Мы сохраним память о наших товарищах. И сегодня на совещании, которое я проводил, на поздравление личного состава, я как раз озвучил это, мы почтили их память минутой молчания. И в дальнейшем мы проведем ряд мероприятий, которые будут способствовать как раз помощи их семьям. И сегодня я рано утром отправлял нашу группу Центрального аппарата, наших офицеров туда во главе с моим заместителем, первым заместителем генералом Меликом, который в данный момент находится там и в деталях разбирается во всех происшедших событиях. По возвращению мы как раз делаем разбор этих событий, ну и вынесем соответствующие решения и результаты будем доведен. Празднование первого дня войск Национальной гвардии завершится 27 марта. В этот день в Кремле президент России вручит знамя Росгвардии главе ведомства Виктору Золотову. Павел Брыкин, Илья Иванов и Дмитрий Фролов. Вести. Дежурная часть.